Это одна из самых молодых городских переправ, а среди разводных еще и самая длинная и высокая мост Александра Невского построили в 1965 году. Тогда в Советском Союзе он стал еще и первым вантовым. Вот только стальные тросы здесь спрятаны внутри бетонной конструкции, они вынесены наружу. Такое инженерное решение было обусловлено стремлением обезопасить вантовые конструкции. Их прятали от негативного воздействия окружающей среды. И это стало главной особенностью моста Александра Невского. Его общая протяженность 907,7 метров, высота разводного пролета 11 метров, ширина 50. Он почти вдвое длиннее Троицкого моста и втрое Дворцового. Еще на этапе строительства в 1963 году мост Александра Невского стал свидетелем знаменитого приводнения на него лайнера Ту-124. Он совершал аварийную посадку, пролетел всего в нескольких метрах над переправой и опустился на воду рядом с ее ближайшим соседом, финляндским железнодорожным мостом. Открытие переправы состоялось в 1965 году. Еще до запуска движения по мосту Александра Невского сооружения основательно инспектировали. Чтобы проверить, выдержит ли переправа большую нагрузку, по ней прогнали колонну танков Т-54. Прошло все успешно и уже через несколько дней на мост выехали первые машины, автобусы и трамваи. На этапе строительства мост носил название Староневский. В честь великого полководца его именовали незадолго до окончания работ. Переправа продолжает. Площадь Александра Невского расположена вблизи Александра Невской Лавры. Именно здесь хранятся мощи святого благоверного князя.